друзья мои приветствую вас на своем канале продолжаем наше путешествие в владивосток питер и то сегодня мы точнее прошлый раз остановились мы недалеко от села ильинка и продолжаем двигаться дальше напоминая кто на канал не подписан подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии ну и соответственно не забываем про тайм-коды и про плейлист поехали в общем сегодня серии получится такая потому вот на этой дороге есть участки которые придется нам пропустить ну такое бывает да такое уже было не раз к сожалению нет тут карты и проехать нельзя но мы попытаемся максимально где возможно проехать естественно и надеюсь что данная серия вам понравится так что поехали в общем цель нашего сегодняшнего видео вот нам показывают объездную дорогу ну мы по ней не поедем нам нужно ехать прямо но прямо как говорится дороге нет есть участок который нам придется пропустить но я предлагаю сразу же отправиться вот сюда село или может быть даже деревня сладчанка вот вот так вот она так она выглядит обычное обычное село или деревне даже даже нет скорее всего село да вот такая вот обычное село сразу же прямо и и посмотрим немножко такое озеро кругом вокруг ну и вот дома смотрите сколько дров ну и вот озеро пожалуйста можно купаться я думаю люди купаются здесь вот так озеро сладкое называется озеро сладкое да вот так вот она выглядит ну ну в принципе в принципе как бы ну неплохо вполне село сладчанка сейчас попробуем глянуть фотографии вот мы доедем до поворота и попробуем посмотреть фотографии вот этого вот села мне кажется мне что-то кажется что это село а не деревня так давайте-ка глянем нет это деревня деревья в казанском районе вот так кеменской области к сожалению да может не к сожалению но это все-таки деревня хотя мне я думал что это его ну ладно вот видно люди купаются вполне вполне неплохо смотрите смотрите сколько птиц здесь сидят все облепили все да и так спокойненько себе сидят как ни в чем не бывало но это птицы это птицы им как бы нипочем есть тоже убивают конечно но в данный момент в данный момент им ничего не угрожает так но мы едем дальше у нас сегодня цель добраться по моему пишем да пишем это город или поселок по моему поселок все-таки ли город мы посмотрим сейчас мы в прошлое ему путешествие его проезжали ну внутри него не были внутри не были и поэтому я думаю что в этот раз мы все-таки его проедем более подробно просто в прошлый раз дорога прошлой серии когда мы ехали из москвы до магадана мы его только мимолетно проезжали буквально уголок ну кто хотел посмотреть посмотрите мою прошлую серию по моему 24 на было выпуск и там найдете по тайм-кодам вот сейчас я как бы уже конкретно хочу проехать смотреть если нам опять же позволит дорога потому что как видите дорога не всегда нам благоволит и позволяет ехать там где мы хотим вот но пока мы вот как видите продолжаем движение так вот у нас стояла колхоз имени кирова вот такая вот что у нас значит есть ну туда мы большие яркие наверное мы не поедем как бы там особо-то и нету дороги увижу так возвращаемся снова небольшая пауза была так давайте другой стороны поставим посмотрим эту стелу они то же самое все то же самое ну поедем наверное дальше не будем тут устанавливаться так более там я не полностью а только часть кусочек может заденем и она нам как бы не по пути идет озеро большое сетовая беседовая как правильно напишите комментариях то в курсе вот такая вот дорога у нас продолжается это тюменская область напоминаю бы прошлый раз проезжали тюменскую область там буквально кусочек и и проезжали и вот теперь мы снова по ней едем но на этот раз уже более подробно так и вот начинается очередной населенный пункт казанское село казанское это уже поинтересней вот это уже такое прям крупное село прям можно вот ну давайте начинать так красивые дома прямо на первом плане вы знаете такое прям чувство ну понятно что дома на первом плане естественно и старались сделать получше не на это точно село тут я как бы даже и не сомневаюсь там такое крупное должно так а вот что у нас тут а сейчас немножко мы тут смотрите здесь там строят строят дома такие прям вот эти вот такие квартирные или нет или нет или это как общежитие идет они тогда гостиницы наверное а может и нет в общем кто в курсе напишите в комментариях что это такое это просто судя по балконом ну хотя не знаю не знаю может обычным на квартирный дом просто не так построенная но кажется как будто непонятно вот эти вот вы хотя вот эти знаете вот эти балконы они же разные скорее всего нет это квартирный дом да это скорее всего дом квартирный такое малоэтажное строительство небольшое но для всего полнеть вполне так ну а это уже правительственное какое-то здание сооружение так это у нас районный центр теплицы он опять куча дров лежит но и видите у всех трубы значит отапливается значит это у нас печное утопление в основном используются вот такие вот интересные остановочки делают и 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 Можно и убрать. Она прям закрывает. Так. Улица Промышленная. И опять вот такой вот домик. Относительно такой, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, вот это могло быть обычный такой дом. Они решили немножко его преобразовать. То есть увеличили площадь. Видите, как сделано? Увеличена площадь. Вот эта там перестройка была, а это был обычный такой дом. Ну, а решили немножко вот так вот сделать. Ну, не знаю, я так думаю, конечно. Ну, был он типа вот такого плана. Или это даже точно, если показать, попробовать. Вот что-то типа вот этого было. Вот этого. Вот этот, соответственно, казанская рыба. Вот этот, соответственно, видите, как сделали? Облагородили. А этот даже вот эту вот часть доделали. Тем самым увеличив площадь комнат, скорее всего. Да. Ну, вот так. Все равно приятнее гораздо, чем вот такой вот дом. Согласитесь. Это гораздо-гораздо приятнее. Ну, остановочки по-прежнему вот в таком вот виде. Только зачем? Не могу понять. Напишите в комментариях, если кто может местный. кто в курсе, почему именно такие остановки делают. Банкетный зал. Так, что-то написано было. «Оберегите лес от пожара». Ну, опять же скажу так. Не только от пожара, но и от заболачивания. Когда мы ехали через Омскую область, помните и в прошлой, и в этой серии, сколько таких было мест заболоченных. Так, а вот стоит какая-то... Стелла, наверное, все-таки Казанская. Да, вот такая вот. Вот такая вот Стелла, да. Так, ну, что могу сказать? Я так подозреваю, что будет еще село Новоселезнево, да. Новоселезнево, но она будет, наверное, чуть впереди. Река Зимиха. Река Зимиха. О, как давно не было рек. Вот она, река Зимиха. Вот она. Как же у нас давно не было рек. Я уже прям соскучился по ним. Здесь опять-таки дома, квартирные, небольшой, трехэтажки. Вот. Для небольшого частного дома, небольшого такого населенного пункта, это вполне-вполне нормально. Вот двухэтажечки идут. Так. Это уже, по-моему, пошел другой населенный пункт. Хотя нет, Казанская все еще. Нанют рядышком. Рядом, рядом, фактически, два населенных пункта. Наверное, давайте-ка посмотрим. Нет, это название улицы, улица Маяковского. Тоже такой дом интересный, со скошенным углом. Почему, интересно, не стали строить вот эту сторону так же? Вот эту. Вы, наверное, не видите. Просто мы, вот я мышка показываю. Я имею в виду левую сторону. Почему не стали увеличивать? Непонятно. Может быть, материалов не хватило. Решили сакономить на этом, как бы. Может быть, еще по каким-то причинам. Но в итоге вот так вот получилось, как есть. Так. Ну что ж. Новоселезнево. Это уже у нас населенный пункт идет. Вот. Вот. Вот опять. Вот такая вот стелла и линия, или нет. Нет, здесь ничего не показывают. И здесь, но нет пока названия. Может, дальше будет непонятно. Сейчас узнаем. Ну, а пока вот такие вот петли дома частные. Да и, собственно, вот так вот все. Больше ничего. Ну, а пока. Ну, а пока. нам предлагают проехать через заправочку ну-ка вот такой вот магазинчик пожалуйста так выезжаем мы дальше так ну что думаю можно конечно там еще будет шадринка давайте сначала посмотрим вот эти фотографии двух населенных пунктов а потом уже посмотрим так казанское село в тюменской области это административный центр казанского района ну вот так вот все вот так вот все выглядит ребенок окруженные маши и медведь прикольно вот снова так но я думаю можно еще и посмотреть областная больница имени шанаур урина 1 вот такая вот фотография это больница да так стадион а и в и Вот кубки, какие-то награды различные, трофейные. Так. Ну, давай еще, давайте посмотрим туда еще уютное, что это в гостинице. Вот эта гостиница, ну, вот такая вот. Вот так вот она выглядит. Вот вам гостиница, гостиница уютная. Так, ну и соответственно Новоселезнево, а это поселок. Поселок, да. Ну, тут там вообще ничего не видно. Так. Вот, ну, что еще можно глянуть? Да, в принципе, давайте еще Новоселезневская среднеобщая образовательная школа посмотрим. Ну, в общем, вот так. Все. Так. Возвращаемся обратно мы на дорогу. И мы же едем дальше. Сейчас будет еще один населенный пункт, который мы посмотрим. Там вроде бы проходит дорога. Шадринка, да. Давайте мы через нее проедем. Потому как дальше дороги нет. Здесь мы ее как раз посмотрим. Вот опять самолеты залетали. Это у меня еще закрыто. Так, конечно, услышно намного сильнее. Так, Шадринка. Вот еще одна деревня. Так. Ну, обычная, обычная. Тут что-то у нас. Какие-то реставрационные работы идут, видно. Вот если так вот посмотреть. Ну да, пытаемся что-то восстановить. Может быть, какой-то дом был немножко, его решили перестроить. В общем, вот так пока. Ну, а вот этот уже только, скорее всего, под снос. Уже никакие реставрационные работы проводить нет смысла. Так. Так. Так, это у нас. А, это береза, дрова. Тут ребенок в коляске. Смотрите, как наблюдают за машинкой. Смотрите. Так, ну вот, собственно, мы ее проехали. Теперь можно, в принципе, в принципе. Ну, как видите, тут нет дороги. И дороги не будет очень долго. Поэтому давайте сначала посмотрим фотографии. Кадринки. Деревня, да. А ее нету. А ее, к сожалению, нет. И тогда что? Гагария тоже нету. Тоже село, но тоже фотографии нету. Вот. Так что перемещаемся дальше. И сразу же. Сразу же, сразу же попадаем. Так. Ларихинское. Тоже село. Или деревня. Тоже ее нету. Ну, видеть, нет дороги сюда туда. К сожалению, никак не получается. Не получается посмотреть. Поэтому. Поэтому. То хочу сказать. Сразу же отправляемся вот на эту точку. Сейчас будет у нас село. Вот в ту сторону. Туда нет дороги. Вот. К сожалению, дороги тут. Нет, нет. Сейчас будет села. Село Ваньковка. Ну, а потом уже. Город Шим. Который мы обязательно посмотрим с вами. Так. Так что. Вот так вот. К сожалению, пришлось промотать тот участок. Но я думаю, там ничего такого. Особенно вот и не будет. И сразу же попадаем вот сюда. Да, это карта тринадцатого года. На этот раз нам попалась. Ну, хотя бы есть дорога. И деревню можно немножко посмотреть. А я думаю, что это деревня, да. Хотя может быть и нет. Ваньковка, да. Тут что-то кругом одна вода. Может то, что дождик был. Вот эти вот знакомые вам. Кто-то пользуется ими еще. Или уже все. Уже больше нет. Вот это тоже какой-то полин не дострой. Не знаю, может его уже построили. Все-таки этой карте больше десяти лет. Вот тоже строится. Так, а это за нами преследует или нет? Я не пойму. Сейчас посмотрим. Так. Ну, мы, скажем так, уже плавно-плавно из села Ваньковки. Из села Ваньковки начинаем переезжать непосредственно в город. Сейчас мы, конечно, посмотрим фотографии. И еще водоохранная зона, да. Так, село Ваньковка у нас заканчивается. Вот сейчас мы доедем до поворота. Я так подозреваю. Давайте сейчас проедем. Потому что как бы с одной стороны не было таблички, что это ИШИМ. Но с другой стороны возможно мы ее пропустили. Да, напоминаю, мы уже проезжали этот населенный пункт. Но опять же, только проезжали. Там буквально чуть-чуть. Это было в прошлой серии. Ой, в прошлой серии, в прошлом путешествии. Ну, а вот уже смотрите. Вот он ИШИМ. Вот такая вот стелла. Да, вот он начинается, собственно говоря, город ИШИМ. А я думаю, это город. Так, давайте-ка тогда посмотрим фотографии села Ваньковки. Это даже деревня, а не село. Одно, одно вот такое фотография. Одно, к сожалению. Ваньковская школа может быть. Это мы, по-моему, уже видели. Вот. Давайте отель посмотрим. Какую-то гостиницу. Или что это? Хостел. Так. Авангард. Хостел Авангард. Ммм. Вот такой вот хостел. Ну, знаете, как бы неплохо. В принципе-то сделано вполне. Вполне, вполне неплохо, я считаю. Переночевать, я думаю, нормально. Почему бы и нет. Вот даже есть такой двуспальный номер. Ну, он уже, естественно, будет стоить дороже. Ну, и вот такой вот обычный. Пожалуйста, он свет личный. Розетка. Можно отдохнуть, полежать, выспаться. Вполне. И плавно-плавно-плавно переключаемся на осмотр города Ишим. А это город, я подозреваю. Так, когда как мы... Нам вообще туда-туда нужно. Так, мы повернули не в ту сторону. Вот, вот сюда. Вот такой вот город Ишим. Пошли опять такие вот барачечного типа дома. Вот это вот вообще какой-то уже аварийный дом. Бараки. Вот почему двухэтажный? Ну, вон, потому что, как я уже говорил, до один этаж мало, три этажа уже много. И поэтому строили их двухэтажными. А это уже вполне нормальный современный дом. Так, сейчас опять немножко придется нам вот так вот сделать. Тут почему-то карта глючит. не дает нам проехать. С чем это связано, непонятно. Так. Монетка дом. Пятерочка. А есть монетка. Ну, тоже такой продуктовый магазин. Такая обычная пятиэтажка. Хрущевочка. Как бы... Вполне, вполне нормально. Прямый кайфовый этаж. Пятиэтажки. Это, естественно, третий. И вроде бы и не так низко, да? Как бы в окна никто не заглядывает. И в то же время... Блин, такой домик большой. И в то же время, во-первых, не высоко. То есть, у тебя крыша не течет. И в то же время, подниматься не так высоко. Третий этаж. Это золотая середина. И кому он доставался, были счастливчиками. Ну, на крайняк это четвертый и второй еще. Если может быть. Второй, правда, будет уже пониже. В одном плане. А четвертый, соответственно, будет выше. Ну, тоже вполне, вполне можно там было жить. Да и сейчас люди живут. Так. Давайте немножко сменим дорогу. На следующем повороте повернем вот сюда. Как только мы преодолеем Ишим, соответственно, далее будет прямой путь в сторону Тюмени. Вот. Вполне, вполне себе такой небольшой городок. Вот. Вот такой вот домик. Почему-то с окнами в земле. Барачного типа. Тоже бараки. Таких очень много. Вот, пожалуйста. Это какой-то вообще покосившийся дом. Полу разрушенный уже. Так. Опять начинает картам периодически ключики. Это очень печалит, но... Ладно. Так. Рост далеком. Центр продаж и обслуживания. Вот такое вот крупное здание. Офисное. Очень много различных домов. Такого старого типа. Ну и, соответственно, новые тоже присутствуют. Вот эти бараки, конечно, они строились вообще временные, как временные жилье, но в итоге оказалось, что... Видите, сколько лет они им уже... А их все никак не хотят сносить. Ну, понятно, это невыгодно. Во-первых, чтобы снести, надо жильем обеспечить... Жителей. Блин, большое такое красивое здание. Так. 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 но это прям как памятник архитектуры так вот отсюда будет лучшая да прям как памятник архитектуры но реально я думаю вот это вот тоже так ну а это у нас фестивальный парк колесо обозрения так предлагаю сейчас сделать следующее сейчас хотя бы глянуть где мы есть и нам доходит а нам вон туда надо ну тогда можно спокойно дальше ехать фестивальный парк чтобы нам так не сказать не заблудиться так сейчас будем поворачивать скоро вот опять дома блин еще один памятник мемориальная доска что-то написано но тут конечно же вы ничего не увидите вот это уже такой шестиэтажный дом вполне вполне себе такой достаточных современный так так сегодняшняя серия наш подходит уже к концу но я опять же напоминаю кто не подписан обязательно подписывайтесь вот обязательно подписывайтесь и смотрите ролики хорошо их вот 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 так нам бы опять не заблудиться кстати кстати говоря давайте сейчас выйдем вон туда тут вот тоже строится какая-то новостройка ну а это какой-то здание какого-то завода что это такое кто в курсе напишите в комментариях ну это какой-то завод да это с какой-то крупное здание завода так давайте-ка отсюда еще посмотрим так понятно нам ту сторону надо так поэтому поэтому продолжаю продолжаем ехать дальше тут главное не заблудиться еще будем проезжать мост вот такой вот я дух достаточно крупный смотрите сколько рельсов достаточно крупная такая сортировочная станция так ну вроде бы вот так весь весь город мы понятно не посмотрим как бы до у нас и не было такой цели но вот какой-то часть все-таки мы посмотрели так немножко проехали поворот вот сюда нужно как и как видите разные даты нам выпадают по карте ну в целом неплохо вполне с юбилеем газпром газпром на национальное достояние да 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 естественно национальная а как же так давайте-ка теперь мы доберемся река-карасулька река-карасулька вот такая вот речка река awaited Это результат который ciamo о четверг минут посмотрим сейчас мы доберемся до до моста самый мост по которым мы ехали так или давайте сразу фотографии посмотрим как лучше то будет не давать все таки я доеду до до трассы и посмотрим фотографию тем более далеко ну а дальше уже прямиком на тюмень так вот сама дорога мы здесь уже ехали давайте-ка вот сюда они перед табличкой 291 километр имей вот нам сторону тюмени но прежде чем мы поедем посмотрим естественно фотографии фотографии ишима у красиво так вот он то самое колесо обозрения в florida ведь да 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 С дедушкой посмотрели по телевизору, поздравляли нас, а теперь мы сели с ним разговляться. Вот, дедушка, давай, Христос воскрес. Воистине Христос воскрес. Христос воскрес. Вот такое вот видео, вот такое вот видео, ролик люди снимают про себя, так давайте еще фестивальный парк посмотрим. Я думаю это будет неправильно, если мы его не глянем. Ну, в целом неплохо. Вполне. Так, ну что, возвращаемся на нашу, на нашу дорогу. Собственно, вот здесь вот. Тюмень 291 километр. Так, но Тюмень, Тюмень прямо. Давайте вот этот мост проедем сразу же. И, собственно говоря, в прошлый раз мы ехали вот с этой стороны, а теперь мы уже едем с другой. Направляемся уже в другую сторону. Так, ну прямо вот у этого столба, вот у этой линии электропередач и завершим нашу серию. Все, друзья, спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся. Впереди еще много интересного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok